Наконец-то удалось собрать довольно интересных людей. Каждый по-своему работает в сфере целительства. И тему панельной дискуссии я обозначил так. Исцеление. Как это работает и возможно ли в современном мире. Давайте так. Все мы люди современные. Кто-то с каждым каким-то своим уразумением, опытом, конечно же, опытом персональным, трансперсональным и так далее. Все навороченные эзотерики или не очень. Но тем не менее есть люди, которые избрали или не избрали, им предложили эту миссию на Земле провести как целитель. Я уже пошутил, что это будет прям как битва экстрасенсов. Надеюсь, не так. Все выживут, друзья мои. Первый вопрос каждому из вас. Сейчас я передам микрофон и попрошу каждого ответить. У нас опять же присутствует Серафима Захарова, народный целитель. Цветкова Ольга, также народный целитель. Люберг, Элис и Алис. Я не знаю, как его назвать. Народный целитель. Космический целитель. Альтернативный целитель. Отлично. И Назира Рустемова. Тоже, наверное, народный целитель. Да, Назира? Кивни головой. Хорошо. Поприветствуем. У каждого, опять же, этого специалиста есть свои техники работы. И давайте мой первый вопрос каждому. Пусть он расскажет, а как это работает, исцеление. Назира, начнем с Вас. Исцеление, конечно, зависит в большей степени от самого исцеляющего. Мы как исцелители, мы как проводники, мы как толчок, как пенек под зад, чтобы они летели по нужной территории, в нужную сторону. А в большинстве случаев исцеление, исцеляется каждый сам, каждый сам себя исцеляет. Потому что у каждого из нас, у каждого человека есть свой ресурс, свои резервы, свои силы, ну как бы своя возможность. Просто человек, люди до того ленивы, что они не хотят разбираться в сути, в проблеме, в причине возникновения той или иной болезни. Понятия такого, как болезнь, не существует. Есть причины, а все, что мы несем на своей физике, это их последствия. Как бы ПСД, да? Причинно-следственные действия. Если каждый человек не будет лениться, будет старательно стараться и понять причину возникновения той или иной болячки, то я считаю, что каждый человек вполне исцелит себя сам, вполне может. Хорошо, то есть ты даешь такой пинок, ну-ка исцеляйся, да? Такой энергетический пинок. И человек, если хочет исцеляться, но принимает усилия, он неминуемо приходит к этому. Да, главное найти причину. Сейчас я попрошу, чтобы все ответили на этот вопрос, и потом будут вопросы. Хорошо, я прошу Алис ответить нашу гостю из Норвегии. Благодарим, что приехала еще раз в это время. Исцеление, как это работает? У меня немного другой подход, в каком плане, что в связи с спецификой моей работы, скажем так, то есть основное мое направление это коррекция позвоночника. Вообще прекрасно. Человек приходит, я видел фотографии рентгеновские, вы не поверите, вот так зигзагообразно. Как этот человек ходит, это даже непонятно мне. Может быть Алис понятно. Да, поэтому вот есть и такие тяжелые случаи. Третья степень сколиоза, которая, если бы была всего три степени, если бы была четвертая, я бы сказала, у нее четвертая. Да, то есть настолько, понимаете. И поэтому, ну как у меня немного такая узкая специфика, что ли. То есть я в двух направлениях работаю. Первое направление это где корректировка скелета, позвоночника, всего скелета. В каком плане? У нас же скелет это не только позвоночник, но это все суставы еще плюс ко всему, да, ребра, все суставы, сочленение таз, там, ну все, все суставы абсолютно. То есть и руки, и ног, и все вовлечено в процесс движения. Вот. И поэтому мы это и называем опорно-двигательный аппарат, да. То есть как бы у меня специфика, я вот занимаюсь вот этим. Ну получается, ты занимаешься опорно-двигательным аппаратом, то есть получается корректировка физики тела, при этом как физическое, так и не физическое. Ну мы говорим энергоинформационное. И физическое, и энергоинформационное. Вообще, как это работает? Вот для меня был секрет. Если у человека скелетный позвоночник, кажется, что требуется мануальный терапия, да, вот так физически, он что-нибудь там тебе сделает, все выправится, и все будет прекрасно. Ты утверждаешь, что можно иначе. Как это работает? Как это возможно? В современном мире, тем более. Да. Если у людей есть возможность прийти ко мне в клинику, я работаю с ними физически. Тогда, естественно, применяю разные техники. Я изучила все техники, которые в современном мире есть, и которые были там 30-40-50 лет назад в мире, не только в России или в Советском Союзе. И поэтому я с ними знакома. И что нужно, я применяю в зависимости от сложности, от нужно, не нужно, подходит, не подходит, насколько эффективно будет. То есть комбинация разных методов. Там и хиропрактика мануальная, и растяжки, и корректировки, и акупрессура, и акупунктура, и массажи всякие. Ну, в общем, много чего. Просто вот я делаю диагностику сначала визуальную, и по диагностике уже человеку четко показываю. То есть могу и в одежде даже делать диагностику. Что такое я делаю диагностику? Я на него смотрю вот визуально. Я как-то... Друзья, кто хочет быть добровольцем, поднимите руку. Хорошо. Ну, вот я сразу предупреждаю молодого человека не обижаться, когда бывает иногда... Ну, это особенно женщины, когда я им показываю все их дефекты, они думают, что до этого они были красивые, а после оглашения... Ой, вы не переживайте, Алис, меня тоже посмотрело, все там тоже не все идеально. Я спокойно переживу это. Вот смотрите, значит, у молодого человека сколиоз. Вот был бы маркер, я бы поменила. Не надо, не надо, не надо. Ну, вам видно? Вы потом посмотрите запись, хорошо? Не вертитесь. Вот вам видно? Как вас зовут, Алексей? Вот, да? Есть комментарий, микрофон давайте. Смотрите, значит, испытуемый, да? Плечи, одно выше, другое ниже, лопаточки, видите? Ниже, ниже, выше. Стойте, как вам стоится. Ну, вы обычно скручиваетесь, как вам удобно. Это для всех. Это осознанность. Небольшая разница гребни подвздошных костей. И идет компенсация, вот из-за кривизны здесь, компенсация, таз ротирован. Вот легко, вы сами можете проверить, где вот шов, джинс, брюк, видите, у него шов, джинс, где идет? Видите? Да. Вот это у него ротация, таза сюда идет. И как вот он встал? Я почему и сразу не говорю, вставайте как естественно, потому что вот он встал, не просто встал так. Одна нога короче, другая длиннее. Скомпенсировал. Компенсация, да. Дальше вот, значит, началось все это у него отсюда, с шеи. Давайте я подержу микрофон и буду… Это вот так происходит диагностика. Больно здесь? Ну, неприятно, да? Ротация атланта и дужки первого позвонка атланта в двух плоскостях смещены. То есть он ротирован и вот так криво стоит. То есть его надо, соответственно, корректировать. Аксис тоже, да. Аксис его блокирует, смещен влево. Вот здесь болезненно, вот здесь? Ну, неприятно, да? Ну, пока молодой, еще ничего. Третий, четвертый… Сколько вам лет? Сорок. Уже достаточно. Ну, в общем, третий, четвертый, пятый позвонок шейный тоже нужно корректировать. Ну, вот эти вот более-менее здесь надо. Не переживайте, корректировать не будем. По крайней мере сейчас. Слава Богу, здесь более-менее нормально у него. Но у него проблема идет сглаженный лордоз. Сглаженный лордоз. То есть лордоз – это вот естественный изгиб позвоночника. Ну, естественный изгиб. У нас четыре. Два прогиба, два изгиба. Это все является естественным механизмом пружины, так скажем. Смотрите, так у нас все экспресс вывод. Ему можно ожить дальше? Встаньте, сейчас, секунду. Я вам покажу еще боком. Вот станьте. Боком, боком просто. Теперь как это? Руки вниз. Как это? Стойте, стойте. Вы видите, у него немножечко больше прогнута шея. То есть вес… У меня вообще нечто, шея покраснела прям по линии. Это вы сделали? Вес головы. Голова у нас довольно тяжелая у человека. Голова 5-6 килограмм. У большого мужчины, взрослого, может быть, 7 килограмм голова. То есть вес головы имеет большое значение. Если в норме, распределение нагрузки должно быть по одной оси вдоль позвоночника и вниз туда до пяток, до пяточных костей. Если голова смещена из-за смещения атланта и шейных позвонков, особенно 3, 4, 5, то она сюда идет. Тут, соответственно, вес распределяется не по оси, а уже идет смещение кпереди. И, соответственно, идет компенсация. Либо тут еще, либо тут еще. Плюс ко всему. То есть в двух плоскостях. Что делать? Теперь вот тут, впереди. У вас продолжается диагностика, похоже. Всегда видно. Сзади вы можете сами, если сзади трудно себя видеть, вы можете в зеркало встать, грудью к зеркалу повернуться и увидеть то, что у вас на спине, у вас оно и впереди точно так же. Вот отсюда у него начинаются сколиозные изменения. Там, на позвоночнике, и здесь их тоже видно. Да, здесь их видно. То есть вы смотрите центральные точки, межключичная впадина, начинаете вообще крови, кончик носа, подбородок, межключичная впадина, мечевидный отросток, пупок и центр лобковой кости. Алис, извини, к выводу, что делать? Спасибо большое, одевайтесь. Сейчас мы узнаем. Не обижайтесь, пожалуйста, ладно, что я... Подождите, 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 подождите. Ну, присаживайтесь, пожалуйста, сейчас вас будут рассказывать, что делать. Может быть, вы что-то захотите добавить. Что делать? Ну, у него очень легкая степень сколиоза, очень легко можно поправить только энергетическими практиками. Энергетическими практиками, да. Да, можно дистанционно, да. Как это работает? Это вы посылаете невидимые лучи или кто-то, или как это происходит? Ну, чуть-чуть, то, что можно рассказать. Да, хорошо. Я проводник энергии, то есть, в общем-то, частично работают мои энергии, и космические энергии туда подключаются. То есть, это такой симбиоз. Обязательно симбиоз. Как по времени, уточняю. Один час запускается. Да, час. Запускается. Работа, да, она идет один час. И я всегда советую человеку проводить это вечером, чтобы еще всю ночь потом с ним эта энергия работала. Вот для случая нашего испытуемого, сколько, Алексея, сколько сеансов или сколько вот этих сетов должно пройти, чтобы скорректировать то, что у него есть? Ориентир, понятное дело, сейчас экспресс у нас. Ну, сложно сказать, но 3-3,5 месяца, я думаю. 3-3,5 месяца это по времени, а сеансов количество получается там все равно. Ну, если делать один раз в неделю, вот где-то вот так. Ну, вот. Ну, где-то так. Потому что это не только позвоночник, у него же вовлечены плечи, да, суставы, соответственно, у него и локти, и тут таз. То есть, понимаете, это такая физическая конструкция, которая требует адаптации. Адаптации организма под новые, ну, получается, установки. То есть, каждую неделю корректировочка, адаптация, корректировка, корректировка. Элис, благодарю, извините, пока достаточно. Если вы сможете пообщаться, вот в деталях спросить ваш частный случай, я прошу нашу вторую испытуемую, поаплодируем. Назира, вот вам пришел следующий пациент и говорит, Назира, помогите мне, но я не знаю, в чем дело, да, что делать. Ну, она догадывается, что что-то может быть. Нормально. Вот так оно происходит. Поэтому я немножечко комментирую. Мы соблюдаем правила приличия. Назира, что происходит, если можешь говорить? Так называемая диагностика. Так называемая диагностика. Хорошо. Ну, мы же обсуждаем, как это работает у разных людей, специалистов. Да, давай, 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 давай. Я буду давать микрофон, чтобы его диагностировать. То есть, вероятно, все-таки, это мои предположения, тестируем какую-то энергетику. Где что застряло. Марина, что это чувствуете? Я чувствую прощупывание позвоночника. Отлично. Это хорошо, чтобы с нами тестирование реальности работает. Очень теплые руки, да. Тепло чувствуете, да. Напоминаю, у нас экспресс-диагностика, но, тем не менее, вот с реальными людьми. А, уже чистка идет. Вот, слушайте, вам повезло. Я даже не ожидал. Назира, что происходит? Сейчас мы зададим вопросы все. Давайте, все-таки процесс идет. Ну, процесс сейчас, в данный момент идет корректировка, чистка. Тепло есть? Да. Я просто тихо буду переводить тепло на голове. Нету. Похоже на восьмерочку. На макушке есть тепло? Нету. 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 Происходит какое-то мыслительное общение у Назира. Сейчас мы… Здесь есть тепло. Есть. Друзья, ну это эксклюзив. Да. Тепло. Я так понимаю, что сейчас макушка откроется. Нет, не откроется. Навряд ли. Хорошо. А, постараемся. Я добавляю немножко юмора, но на самом деле это серьезный процесс. Пошло, да. Тепло пошло. Включили батарею. Работать с третьим, пятым и седьмым каналом. У нее застой энергетики. Может она много работает? В скелете. В скелете. Да, пациент Элиса. Пациент Элиса в скелете. А, все-таки вам придется раздеться потом, проверить. Все-таки было правильно, да? Нет, в общем-то это энергетическое чистое. Ей нужно радоваться надо жизни. Ни о чем не думать, не переживать, не беспокоиться. Полностью с вами согласна. Согласна. Все, благодарим. Спасибо. Держитесь. Каналы открыли, держитесь. Сны будут, наверное, яркие, возможно. Назира, позволь вопрос. Что происходило? Потому что мы видели какое-то общение, какое-то гудение, я бы даже сказал. Какое-то взаимодействие, тепло, не тепло, какие-то ощущения. Кто это делал и что происходило? Ну, работают через меня. Ну, как бы я как проводник энергетический, или как это можно сказать. И я вот через себя провожу чистку, и когда я чистит ее, и из меня я, ну, как бы оно выходит. От чего чистят? Оттрыжкой. Ну, вот этот вот негатив, негативная энергетика, негативный застойк. То есть эмоциональное. Эмоциональное, энергетическое, физическое. А что должно произойти с человеком? Как вообще, чтобы не накапливать вот это, вот этой бяки, гадости и так далее. Что нужно делать? Жить в радости, поднимать духовность. Ой, слушайте, у нас тут был рецепт, чтобы с утра тайная космическая программа, примерно то же самое. Поднимаете осознанность, и все прекрасно, никто ничего не представит. Да, выбираться. То есть, мне кажется, у нас лейтмотив сегодня. Хорошо, поблагодарим за проведенный, получается, экспресс-сеанс. Итак, у нас следующий участник нашей дискуссии, Ольга Цветкова, Ольга. Вот если к вам кто-то приходит, скажет, помогите, корова не встает, или помогите, не знаю, что бывает, ну, окей, кто-то из домочадцев не может встать, да, если какая-то хворь, болезнь и так далее. Вы все-таки как народный целитель, я знаю, что вы много ездили, по крайней мере, в своем прошлом по деревням и окраинам, хотя сейчас вы как городской житель тоже принимаете, вот что происходит, что вы делаете? Ну, я сопоставляю всегда, не порчу, не сглаз, а все время говорю, змеи эти энергетические и на физическом уровне бывают змеи. Ведь как маленького ребенка принесли, он плачет, не спит, это внутриутробный успех, потому что много на нервной почве взрослые болеют, много от этих змей болеют, много от сглазов болеют. И я всегда лечу или воском, отливаю воском, или водичкой, ведь вода держит информацию. Я читаю молитву на воду, что корова пришла, там домой не заходит, точно так же мы ее брызгаем водой. То есть вот этой заговоренной водой получается. Да, налаженной, заговоренной водой. Молитву читаем на воду и брызгаем корову, там или скотли, там курицы не пьют, там или не несутся. Но мы живем в деревне и жили в деревне и постоянно вот к этому обращались. А так на энергетическом уровне, вот это я всегда называю змеи. Порча, она бывает разная и сделана по-разному. А змеи, они и рептилии, и змеи. Потому что когда-то была я связана с женщиной, она была биоэнергетик. И она вот эти все рептилии видела, как нас с тобой. Оно в любом виде, в змеях, в червях, в клещах. Потому что, как говорится, на земле все прилетело. И вот это вот все надо убрать. И больше молитвами. Получается, вы, извините, когда к вам кто-то приходит, вы... Когда-то я сразу начинаю. Вот сажусь, у меня еще есть книга такая, астрологический календарь, который я всегда постоянно, каждый год беру в Датсане. И по годам высчитываем год, чего она родилась, год, чего она живет. То есть такая предварительная диагностика. Диагностика. А вот маленьких ребятишек, это больше внутриутробные, спуги, сглазы. И все время взрослые порой даже бывают, но я не верю. Вон ты его полечи, маленького ребенка, а я не верю. Я говорю, вот ребенок-то его посадил за стол, верит он, не верит. Его отлил три дня, и ребенок и спит, и ест, и играет, и все на свете. Я все время говорю, давайте взрослого, тебя отольем, отчитаем. Знаете, у нас была идея отлить кого-то из присутствующих. Кто знает, что такое отливать? Ну, это воском. Знаете, знаете. То есть, смотрите, у нас пять или шесть человек знают, все остальные не знают. Поясните, что это такое? Ну, это пчелиный воск, чисто пчелиный воск надо отливать. Не парафином, а чисто пчелиным. Потому что пчелка как укусила, да больна. Потом долго болит это место. И точно так же, когда молитву читаешь и отливаешь над головой, или над органом, или сердце, или отливаешь, чакру любую отливаешь, или там нога заболела, ее тоже отливаешь. И там видно, что отливается. Бывает так, что очень много долга не могут родить. Вот все в больнице проверяют, все хорошо, все нормально, родить не можем. Начинаешь половой орган отливать у мужчин, а у женщин, ну, чакру матки. Все. Там просто, знаете, сказки рассказывают. Даже порой они такие отливаются. Расскажите, что все-таки отливается. То есть, как это происходит, давайте вот так мы сегодня обсуждаем. Вот смотрите, извините, я подскажу вопрос. Вот пришел человек вот с этой проблемой, которую вы обозначили. То есть проблема деторождения, да, как у мужчины, так и у женщины. Вы говорите, окей, тогда мы берем какой-то орган. Да, орган, матку, например, над маткой. Над маткой, значит, ставим чашку. Чашу, да, да, да. Ну, держим ее, топим воск пчелины с молитвой. И точно так же, когда отливаем, точно так же читаем. Поближай микрофон, пожалуйста. И льем в чашку с водой. И организм выдает, вот прямо, знаете, вот сказки, выдает то, что там болит. И вот это именно змея. Выходит прямо змея, вот как кобра. То есть такая конденсация некоторой негативной программы. Да, а потом я, у меня сильные биотоки, и я биотоками проминаю, грею, налаживаю водичку. И человек-то рождается, у меня столько нарождались ребятишек. Порой даже я уже крестная бабушка совсем незнакомых ребят. Вы понимаете, что это процесс, все-таки сложно воспроизвести в этих условиях. Но мы потом попробуем заснять и все-таки показать зрителям сегодняшней трансляции, и вам, в том числе, участникам. Я вот уже 27 лет как лечу, и я бы, наверное, больше всегда думаю, ну вот что он сидит, ну возьми, да, съезди там, или бабушку найди, или даже сам можно отлиться. Но надо знать молитвы, чтобы была ты. Это определенно... Можете нам вот сейчас прочитать молитву? Вот, я не знаю, на воду, или если требуется на кого-то... Марина, вы хотите? Прошу, прошу вас. Воздравие, не знаю, или как... Как пример. Да, да. Не, ну я вижу, человек заряженный, он уже... Открылась черепная коробка, уже все прекрасно, это самое. Пошло раскрытие дальнейшее. У меня еще есть. Ага. Так, новый у нас. Которому этому кресту под 500 лет. От срока давности стертой молитвы. Спасибо. Это крест моего предка. Предок был монах-странник. Если вам нужно подсадить поближе, чтобы... Я его в руки не дам, а вот так вот покажу. Потом, потом. Хорошо. От срока давности вот там были молитвы, они стертые. И вот этот чисто серебряный крест я всегда спускаю в воду. Ух ты! Ну, читая я про себя, но могу... Если можете, да, озвучить. Трица водится, ты бежишь, старца небесная, знаю Господность. Звать тебя как? Марина. Спорча. Корча, корча, ломотание, удача, суета, слово, условия, наговор, черные отчеты, оговор от святого креста, прасла, обернулись жизненных дорог. Марина свалили с чистой пути дорожки, ее гладкие пути широкие дороги. Господь содержатель, помогает. Матерь Божия от беды охраняет. Архангел Михаил хранит ее на жизни. Дорога дни и ночи, в синий вечер, и по широкой дороге идти, а камень не спотнется, в яму не свалится. Спади корча, порча, ломота жизни, напечи с дороги широкой. Рабу Божию Марину. Отче наш, ажи истинный небеса, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, блед наш насущный, дай на си день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем дожникам нашим. Не води нас в искушение, но избавь нас и пукаваем, и для Тебя и силы славы на веки веков. Аминь. Пожалуйста, попей. Можешь умыться. Как хочешь, как хочешь, можно на руку себе налить, умыться. Мы ни в чем не ограничиваем рекомендации. Если можно прокомментировать. И это влияет на... Да, пожалуйста, давайте. Вода в вино не превратилась, спрашиваю. Да, так, то есть вкус не поменялся. Вкусная. Да, свежая. Так, похоже у нас продолжение, друзья. Друзья. Так. Я, наверное, буду комментировать. Так. 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 Происходит диалог между целителем и добровольцем. Такая дискуссия, немножко приватная, поэтому, наверное, здесь надо подождать окончание процесса. Но, судя по всему, действительно какая-то проблема с головой. Что-то немножечко есть. Так, Назира, а вы как видящие, что вы видите? Что вы можете сказать, что происходит? Я должна это видеть? Я не знаю, что вы видите. Человек работает, не увлекаемся. Хорошо. Хорошо, нет, я уточняю. Хорошо, не лезем, конечно, не лезем. Элис, может быть, вы что-то можете сказать по тому, что происходит? Ну, у Ольги совсем другая методика, они очень разные, понимаете. У Назира своя, у Ольги своя, у меня совсем другая, поэтому… Вы же как целители тоже воспринимаете другие методики, методы, и это биоэнергетический метод, и, опять же, сила слова. Я немножко заполняю паузу, поэтому процесс продолжается, чтобы мы посмотрели. Но получается все-таки какое-то такое биоэнергетическое воздействие. Друзья, пока процесс продолжается, позвольте вопрос, а кто верит в силу слова? Вот, поднимите руки. Смотрите, большая половина зала. Вы ждете воды заговоренной, да мы сейчас… Ну, здесь заговоренная вода, получается, уже сила слова, да, которая пришла… Извините, извините, какая? Налаженная, налаженная, не наговоренная. Спасибо, налаженная. Новое слово. Алис, добрый день, а скажи, пожалуйста, а ты веришь, прости, что на «ты» в такую методику, как инверсионные столы или декомпрессионные? Опять же, просто мы делали большую передачу на эту тему, и вот что ты думаешь? Это вообще работает? Вон там микрофон есть. Вы делали передачу, а вы сами… То есть вы к этому отношению работать, вы на них не работали, да? Нет, 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 он делал передачу, да. Декомпрессионные столы. Ну, это вот как раз, в общем-то, один из методов, которые я использую тоже. Это все прекрасно работает, да, нужно уметь ими пользоваться, осторожно, аккуратно, с определенной, ну, градацией, так сказать, потихонечку. Это позитивно? Да, это все очень позитивно. Я тоже, да, использую и декомпрессионные, и стретчинг метод, ну, как это, растягивание, да. Да, замечательно работают. В комбинации с другими вещами это дает более быстрый эффект, что ли, и правильно. Ну, надо уметь просто с ними работать. Это хороший метод. Марина, ты уже подверглась двум воздействиям, с твоей воли, да, все было по твоему желанию. В случае с Назирой ты уже прокомментировала. Я прошу сейчас прокомментировать, вот процесс, ну, примерно 5-7 минут, может, чуть больше был. Какие твои ощущения, что ты? Ну, ощущение тепла, конечно, есть от рук, да, чувствуется, когда вот где прикладывают. Ольга обнаружила вот мои болевые точки, где у меня иногда действительно бывает побаливает. Ну, сердцем, правда, у себя проблем никогда не замечала. Я плаваю, спортсменка, поэтому... Оно не болит, оно сердце не болит. А оно бывает, там у тебя защемляется, вот где болит место позвонки, его надо просто шелкнуть. Ну, хорошо. Нет, как будто бы защемляется, и оно у тебя трепещется, на сердце отдаёт. На это, и всё, его шелкнешь, и ты забудешь, что спину, и что такое, вот руки заболели, и это... И сердце, оно как таковое, я же не говорю, что оно болячка. Оно не болит, оно трепещется, оно бывает, защемляет, как типа нерва, и всё. Ну, надо будет начать на это обратить внимание. Да, надо обратить внимание. Здесь бы был диван вот такой, ну, чтобы его шелкнуть, и всё, я шелкаю. Я позвонки зачастую, бывает, справляю. Да, вот, ну да, вот обнаружили вот здесь болезненное место, где иногда у меня бывает побаливает, вот в районе под лопаток. Что ещё? Ну, в целом чувствовала какой-то, да, процесс происходящий, тёплый, вокруг. Ну, больше мне, как наблюдателю, тяжелее. Вот голову очень прям жарко было, голове. Ну, в целом, из ощущений всё. Благодарим. А процессий я наблюдал, и те присущи в зале, что вот была та самая отрыжка. Много чего-то нахватало, Марина? Ну, это потому что... Или это всегда бывает? Да, вот как Назира сказала, что мы через небо, мы путеводители, мы проводники. И через меня, если порча там или грязь какая-то заходит, я же молитву читаю, и через руки соприкасаюсь с людьми, и через меня происходит выброс солнечного сплетения. И если я набрала солнечное сплетение и не отрыгнулась, то я больная сама, потому что я на себя не набрала болезнь. Понятно, на себя не набрали. Ну что, с облегчением, Марина? Поздравляем. Серафима, я не буду вам подсовывать добровольцы, у нас нет времени. Вам повезло, а может быть, наоборот, захотите. Но, тем не менее, как происходит у вас при живом контакте, когда к вам приходит кто-то, и говорит, Серафима, помогай, что-то случилось? Я работаю дистанционно, но иногда бывает так, вот где я живу в городе, ну, я вот хочу, потому что если вы рядом будете, эффект будет другой. Но иногда бывает так, что ну давайте, пожалуйста, ну человек придет, начинаю с ним работать. Я ничего не делаю специально, ничего. То есть запускается система, и система в моей голове, я не произвожу никакие звуки. Хотя поначалу, когда в 15-м году способности стали мои активизироваться, я и свечи зажигала. Знаете, было так, будто я обучаюсь экстерном. А потом все уходит, 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 и я работаю так, так. Бывало, что я работала, делала движения руками, и опять все уходит, уходит. И вот работаю я теперь дистанционно, это очень удобно. Я повторяю, ничего не делаю специально. Вот вы говорите, я работаю дистанционно и летно. Что это означает? Что вы чувствуете? Что происходит? Как процесс? Состояния, которые во мне начинают происходить, они всегда разные. Всегда. Вот сегодня я мастер-класс проводила, моя рука стала подниматься и молилась, то есть делала двоеперсии, тремя перстами, по-мусульмански, то есть разные. Я никогда не готовлюсь специально, я всегда только жду, думаю, что сегодня будет происходить. То есть этот процесс вы не контролируете сознательно? Как бы происходит подсознательная работа? Ну, если вот я перевожу. Почему же я не контролирую? Контролирую, только я не вмешиваюсь. То есть включается программа, и я начинаю... В общем, такого чего-то прям невероятного не происходит, хочу сразу сказать. Серафима, откуда эта программа, кто в итоге лечит? Вы или не вы? Повторяю. Мое воздействие после того, как мне снимали электроэнцефалограмму головного мозга, Ольга Ивановна Каюкина, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, когда она ее расшифровала, она говорит, у вас включается правое полушарие головного мозга, у вас начинают работать зоны, которые отвечают за сверхспособности, ваш мозг может излучать сильнейший мощный сигнал, который вы можете запускать на любом расстоянии. То есть, когда я начинаю работать, мой мозг, он у меня 24 часа в сутки, у меня сейчас в такой интересной работе, запускается сигнал, сигнал находит и доходит до человека, и идет вот это взаимодействие, и начинается у него работать. Смотрите, вопрос другой плоскости. Вы обрисовали по факту, уже как бы программа включена, но вот Назира, в частности, рассказывала, Элис, Ольга, о том, что они как проводники, и в общем-то не они знают, что делать, а есть, ну, по большей части, если не прав, то поправляйте, у нас же дискуссия, а есть что-то свыше, и так далее. Вот вопрос к вам. Да, мне иногда задают вопрос, сегодня задали вопрос, Серафима, вы получаете энергию, и она идет к человеку. Повторяю, мои способности настолько сильные, мощные, природные, подчеркиваю, что я сама могу запускать этот сигнал. Я общаюсь, да, меня развивают, но работу провожу я. Почему? Да потому что эти программы заложены в каждом из нас. Поэтому пройдя эту мощнейшую трансформацию, еще раз подчеркиваю, включая справа и полушарии головного мозга, который отвечает за это. И я сама произвожу этот сигнал. Хорошо, 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 достаточно. Друзья, сейчас у нас будет секция ответов на вопросы, поаплодируем нашим гостям. Пока я хотел бы вручить каждому из наших гостей книгу, книгу, я надеюсь, на полу этого блага. Вам Назира, вам Элис, вам Ольга, вам Серафима. У кого есть вопросы? Я думаю, их много. Если нет, я продолжу. Так, отлично. Мы говорим про исцеление. Как это работает? Если вторая часть вопроса, как это вообще возможно в современном мире? Да, вроде бы есть пилюли, вроде бы есть разнообразные средства, разнообразные исследования, как же все-таки найти тот Граль волшебный, который позволит излечить все болезни. Знаете, я тут недавно подписался на интересную рассылку, решил проводить, как работает современный инфомаркетинг. Мне пришло более 30 писем одного эксперта. Вначале он начал с позвоночника, Элис, ваша тема. Затем он переместился, что все дело в иммунитете, оказывается. Затем, что все-таки сердце дает нам драйвер. Затем, я думаю, он перейдет на то, что сознание. Всему виной сознание и он знает много способов, как же все-таки информационным бизнесом завладеть вашим вниманием в итоге вашими деньгами. Да, человек, наверное, может все. Но все-таки вопрос начнем с вас. как это возможно в современном мире? У вас это укладывается в голове? Наверное, у вас укладывается, но попробуйте нам объяснить. конечно, укладывается. Я ничего не вижу здесь мистического, фантастического, вообще не вижу. Как я говорю, для меня теперь паранормальное стало нормальным, а нормальное паранормальным, потому что люди делают все для того, чтобы в себе все заблокировать. И вот эти пилюльки, которые сейчас предлагают в любых количествах, сколько хотите, чем больше съедите, тем будет лучше. И блокирует все то, что в человеке пока еще шевелится маленечко, понимаете? дискуссия большая, на самом деле. С одной стороны, бизнесу выгодно, чтобы вы регулярно их глотали, лучше всю жизнь, и это будет прекрасно для них. Вопрос, насколько будет прекрасно для нас. И стоит ли, ну, грубо говоря, отрицать, что можно иногда и таблетку от головы принять? Денис, можно я приведу пример? Пожалуйста. Вот мы этому так удивляемся, а почему мы не удивляемся тому, что мужчина с женщиной разделили ложе, обменялись жидкостями, да? И через 9 месяцев человек, откуда взялся, из какой-то там, понимаете? Мы настолько интересные создания, что я ничему не удивляюсь, понимаете? Поэтому вот эти все пилюльки, вот это все, что навязано человеку, чем больше человек будет в это погружаться, тем хуже ему будет его последующим поколениям. Мнение понятно. Благодарю, Ольга. Как это возможно в современном мире? Как это, вот вы уже более 27 лет занимаетесь народной медициной, вы уже в этом процессе давно, но тем не менее, как это возможно? Как это совместить? Ну, как это совместить, я даже не объясню это, не разгадываю. Попробуйте. Неразгадана загадка, это очень много надо разгадывать и разгадывать. А так я считаю, что чем больше человек молится, чем больше он спокойнее, тем у него ловче и все получается. Ну, я объясню, что... Да, да, объясняйте, конечно, это вопрос. По-деревенски. То есть баланс в голове? Человек молится, он чище становится. А что такое молитва? Молитва. Я говорю, помолилась, помолилась. Она, ну, помолись, баба, все время. Я все время говорю, ну, и жазь моя с Богом. Ведь почему-то мы же всегда говорим с Богом. Не заговорим же там с чертом, с дьяволом. Ну, иногда отправляем в то место, да. И оно там получается, действительно, как-то их и Бог оберегает, и ангелы его охраняет. А вот это, чем больше ты будешь чище, тем, мне кажется, здоровее будет человек. А чем больше злобы в этом... У него прямо... Аж вот эти змеи, я их видела, бывает, зачастую. И дьяволов, и рогатых, и всяких я видела. И вот оно действительно... Так он мой придет, переругается со всеми. Ему хорошо, а нам плохо. Вот это злобо... Наелся, да. Тоже очень много влияет на организм и на человека. И все равно человек очень много болеет от нервов. Ольга, ну, правильно я понимаю, что вы говорите о том, что сила слова, сила мысли... Сила мысли. Если ты соответствуешь слову делу, если, соответственно, твои слова соответствуют, ну, скажем так, божественному замыслу, то есть, ну, чистота имеет в виду мысли, пожеланий, намерений, да, то, значит, в этом и есть некая эссенция правильной жизни, ну, и здоровья. Благодарим. Сейчас все ответят и вопросы будут. Алис, как это возможно в современном мире? Вы, наверное, наиболее современные, потому что вы работаете в частной клинике в Норвегии, и, в принципе, вы используете вот эти... то, чтобы вопрос растяжественные столы. Как работает? Ну, я думаю, нужно использовать комбинацию разных методов. Опять-таки, индивидуально для каждого человека подбирать свое. Где-то ему лучше вот это подойдет, где-то это, где-то это, либо комбинация всего этого вместе. Вот так вот оно и работает. То есть, я думаю, надо совмещать практики, наработанные нашими предками, передаваемые из поколения в поколение, сакральные знания какие-то. Плюс ко всему, современные методы, которые базируются на... Вот такие, как терапевтические, скажем так, базируются на знания, анатомии, физиологии человека. Классическую науку тоже не надо выкидывать, если она разумная и помогает. Но я не говорю сейчас про химию, а я именно говорю про аппаратную медицину. То есть, если ты поломал, грубо говоря, руку, то все-таки лучше в травмпункт, чем... Да, да, да. Нет, можно и кастоправу, если... Ну, у кого какие вот возможности. Ну, это такое сравнение просто радикальное. Если ты в лесу, то там... Мы поняли, ты за здравый подход, чтобы не отвергать ни одного, ни другого, все-таки искать баланс. И в твоем мире это возможно даже более чем, ты за глубокую интеграцию. Да, все правильно. Все, благодарим Элис, Назира. Назира, как это возможно в современном мире? Тебя же много раз обследовали. Что-нибудь нашли? Где Граль? Не знаю. Говорили, что я ненормальная. Вот это и Граль. Да, это возможно. Да, сказали, такого быть не может, это ненормально. Человек... Человек это ненормально, слушайте. Это гениально. Как-то назвали, я забыла. Помню, скажу. Хорошо. Но я хочу сказать о силе слова, о силе мысли и что такое молитва. Да, был вопрос. Молитва это как бы обращение к самому себе, просьбам, как бы мольба. Да, сила слова, сила мысли мы должны, ну, человечество я имею в виду, говоря, мы думать и хотеть и мечтать как бы здраво, откинув все зависти, ненависти, вот эти вот чувства жадности, чувства желания иметь все и сразу. Ну, как-то надо раскрепоститься. Ну, да, щедрее, что ли, как бы, ну, шире, шире, шире. Широта души. Да, ну, как бы, надо просыпаться, надо постараться, как бы, найти себя и, как бы, помочь себе. Спася себя, ты спасешь еще... Весь мир. Ну, не весь, но 10 человек точно, один спасенный спасет 10, это в законе так описано, но если каждый 10 спасет себе подобных 10, ну, тогда, естественно, получается целый мир. Я очень благодарю вас всех, которые здесь находятся, каждый в своем роде личность, каждый, который несет свою силу, свою веру, свою интуитивно, как вам сказать, веру, вот эту силу слова, силу мысли. У каждого она, как бы, дай Бог, чтобы она была на высокой вибрации, на высокой ноте. Я очень на это надеюсь. Очень благодарю Дениса, который пять лет тому назад открыл вот эту нашу организацию «Пробуждение», и вот мы пять лет подряд, вот, юбилейные у нас конференции у нас пятилетние в этом году, с чем поздравляю, Денис, тебя. Спасибо. Подарок попозже. Благодарю. Здоровья тебе и сил дальше нести этот мир. Отлично. У нас есть еще время на два вопроса. Давайте, давайте, краткий экспресс-вопрос. У меня, я психотерапевт, да, главный вопрос – не навреди. И понятно, что болезнь, ну, мне кажется, понятно здесь присутствующим, что болезнь дается нам для какого-то самоосознания и самоисцеления, да. В то же время я понимаю, что в силу, там, малости нашего сознания мы можем довести свою болезнь до какого-то такого состояния, когда помощь внешне нужна. Так вот у меня вопрос к целителям. Как они чувствуют эту грань, не навреди, да, где остановиться? Отличный вопрос. Как вы решаете, до какой степени резать, пилить или сказать, что нет? Да, вопрос, что... Я же вам сказала, мы не исцеляем. Для меня такого понятия, как болезнь, не существует. Есть причина. Все, понятно. И все, что мы несем, это и впоследствии. Поэтому, если человек найдет... Здесь надо синхронизироваться вами. Я предлагаю за кадром. Кто-то хочет еще добавить? Назира, извини, пожалуйста, у нас время просто ограничено по залу. Кто-то будет добавлять? Нет? Кто хочет. Еще один вопрос. Давайте, давайте, еще один вопрос. Вопрос ко всем участникам конференции. Как быть здоровым в современном мире? Дайте совет или рецепт. Не нервничать, держаться всегда на высокой вибрации, меньше нервничать, соблюдать идеальный режим. Ой, это красиво сказать. Иначе все равно будет то, что будет. Потому что причинно-следственное следствие, это идет не только на вашем здесь, здесь и сейчас, да, вот вы находитесь и живете. Вы можете нести причинно-следственное породу, вот, седьмого поколения, вашего деда или прадеда, или прадца вашего. Надо разобраться, надо дойти до сути. Надо найти конец клубочка, вернее, начало клубочка, чтобы замотать его. В общем, резюмируя, меньше стрессовать и соблюдать баланс. В общем, жить и радоваться жизни. Петь, танцевать. Такой же вопрос к тебе. Сейчас, Алис, извините. Согласна тоже, что стресс не приводит к здоровью, это абсолютно верно. Такой пинок, как же быть здоровым в современном мире? Давайте до следующей конференции. Заниматься, ну, если не сказать, что спортом, тогда нормальными какими-то такими нагрузками физическими. То есть следить за телом. Да, обязательно следить за телом. Нагрузку давать тело, рабочий инструмент. С молодым, да. Следить за питанием, как минимум не пить алкоголь, не курить. Ну уж, извините, но я вот так за правильное упражнение. Хорошо, это ты как биолог, тем более подтверждаешь. Да, не принимать более крепкие какие-то вещи там наркотические и так далее. Ну и стараться питание тоже, отрегулировать питание. Движение тела и питание приводят к правильным мыслям. Я уже буду синтезировать ответы, потому что я просто считываю ваши каналы. Прошу, Ольга, я уже утрамбовываю всех. Ну не психовать в первую очередь, питаться правильно, шевелиться. Жизнь такую длинную, ну как говорится, развиваться. Можно спортом, можно просто ходьбой, можно на природу ходить, ездить. И в то же время, почитайте предков. Уважайте родителей, бабушек, дедушек. И вспоминайте предки, предков своих. Ведь предки очень много над нами витает. И в какой-то степени они тоже за нас молятся. Нездря же говорят, живой молится за мертвых, мертвых за живых. И они нам помогают. Всё. Так, благодарим. Больше молитесь тоже. Серафима, прошу вас. Я скажу так. Здоровый сон, нужно давать высыпаться себе. Денег всех вы не заработаете. А если заработаете, потратите на лекарства. Здоровое... Красиво. Здоровое питание. И у вас в семье должна быть любовь. В семье не должно быть упрёков. Ты будешь мыть посуду, или ты будешь там мыть полы. Ты мужик, не мужик, а тряпка, извините. Вот у нас почему-то зазорно, что если женщина работает, зарабатывает деньги, а мужчина дома. Ещё раз хочу сказать. Если женщина... Мы все разные. Если женщина прекрасный бизнесмен, и если у неё всё это идёт, пусть она работает, а мужчина пусть будет дома. Это не унижение, потому что домашние дела много-много забирают сил. Поэтому всё должно быть у нас. Если мы семья... Нет семьи, нет ничего. Если семья, мы ничего не должны делить. Это твоё, это моё. У вас общий, общий котёл. Всё общее. Вот когда мы наладим этот мир внутри себя, понимаете, когда мы будем беречь природу, посмотрите, что вокруг творится. Кругом одна грязь, всё замусорено. Каждый давайте подберём фантик, не будем плевать мимо мусорки. Видите, какие вещи. Давайте будем возвращаться к чистоте, к чистоте отношений. Давайте восстанавливать семью, любить детей и не лишать их свободы выбора. Ты пойдёшь в тот институт или дружить будешь вот с этим мальчиком. Когда нас лишают этой свободы, нас лишают здоровья. Я закончила. В общем, получается, пожелание начните с себя, со своей семьи, своего ближнего круга, ну и дальше мир будет во всём мире. Аплодируем. Я вас поздравляю с этой жаркой панельной дискуссии. Чувствуете, нам ещё час одного не хватило подискутировать, ответить на все вопросы. И благодарю за участников. Спасибо вам. Спасибо, что поделились. Субтитры подогнал «Симон»